Всем доброго времени суток. Сегодня я объясню, как экономно чистить ферму. Это конкретно мой взгляд на то, как её экономно чистить. Это не какой-то супер-пупер гайд, который вас спасёт. Но, я думаю, это достаточно экономно по сравнению с какими-то там питью трубами, кувалдами и так далее, и тому подобное. Вот. Нам нужен один военный сет. Если аккуратно всё делать, там уйдёт не больше, чем треть. 60 морковки, одна М16, обязательно 8 микс, либо вам придётся брать две М16, неважно с какими модами. Даже без модов можно. Потом я беру три копья, у меня топ-модуль, поэтому я беру только три. Если у вас нет модов, то берёте шесть. В принципе, вот всё. Топор можете не смотреть, это лично я для себя беру, потому что я хочу срубить те два дерева. Потому что мне лень ходить формить дуб. Всё. Сейчас. И последний аспект. У вас в чопере должно быть не больше одной канистры бензина. И вот. Магия монтажа. И вот я оказался здесь. Смотрите. Так как я... У меня уже бензин кончивается, потому что там только одна канистра была, теперь моя задача просто правильно его поставить. Как же это сделать? Всё просто. Вы берёте чоппер, вот так его аккуратно подводите. Смотрите, чтобы у вас его задняя часть плотно прилегала. Вот. Вы берёте вот так его плотно, упираете. Сзади тоже. Чтобы он как бы выволочился по всем плоскостям. И потом, смотрите, видите красную фару на моём мотоцикле? Она должна быть чуть-чуть дальше, чем вот этот вот гвоздик, за который держится трос от моста. Я не знаю, что это. Вот, смотрите. Вот так вот. И сейчас уже зомби не пробежит. Видите? Всё. Он не пробегает. Теперь я беру одно копьё. И просто вот так вот стоите их и бьёте. Здесь, в принципе, ничего сложного нету. Сейчас я покажу, как правильно собирать паровоз всей фермы. Это самый быстрый способ убийства, в принципе, фермы. Потому что вы не тратите время на всякие там присесть, ударить, отбежать, чтобы вас много не надамажили. Этого всего нет. Здесь всё максимально просто. Вот. Итак, вот я его убил. Теперь всё, что мне надо, это просто быстро бежать. Спринт. Это под конец. Вот. Вы берёте. Смотрите. Внимательно смотрите. Сначала вы берёте вот этот вот сектор. Потом бежите сюда. Забираете всех вот этих вот зомби. Кружите их, потому что там бык. Его агрить не обязательно. Потом бежите вот сюда. Забираете вот этих двух парней и бежите сюда. Почему именно такой порядок действий? Потому что, если вы будете делать как-то иначе, существует риск очень сильно отхватить. Разорителя мы тоже заберём, потому что его тоже надо убить. Вот. И теперь мы должны все вот эти вот стоги с сеном тоже забрать. В принципе, всё. Мы вот собрали всю ферму. Теперь смотрите очень внимательно. Возможно, у многих из вас может начать лагать. Лагать может начать сильно. Вот. Один плевок, а зритель больше не плюнет. Можете не бояться. Можете даже на этот случай снять броню. И теперь самое важное это убить двух волков. В принципе, после того, как вы убиваете двух волков, вам уже ничего не помешает зачистить полноценно ферму. Всё. Вот волки убиты. Вы теперь берёте. Подбирайте правильный угол для вас. Как можно дальше становитесь, потому что так будет больше урона. И просто начинайте всех убивать. Сначала гигантов. На моментах, где будет просто вот это вот бесконечное убийство кучи-кучи-кучи зомби, я просто буду вставлять музыку. Это будет одна песня. Просто она будет... Я не знаю, как она будет начинаться, заканчиваться. В каких моментах я постараюсь это как-нибудь. Ну, не знаю. Посмотрим. Сейчас я вам расскажу, почему так произошло, что только что на меня плюнул разоритель. Хотя я сказал буквально недавно. Несколько секунд назад, что разоритель больше не плюнул. Почему же так случилось? Случилось это потому, что вместо того, чтобы я начал его бить, я отошёл далеко. Когда вы отходите далеко, у разорителя включается второй скрипт, который отвечает за то, что... Посмотрите, у разорителя есть два состояния. Либо он бежит за вами, и у него заряжен плевок, либо он медленно идёт за вами после плевка. Когда вы близко. Если вы далеко, у него включается первое состояние, то он бежит за заряженным плевком. Вот я отбежал слишком далеко, у него перезарядился плевок. Вот, видите, снова. В этом нет ничего страшного, потому что он ничего не делает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, на этом этапе, следовало бы объяснить, что здесь происходит. Здесь я начал лутать сундуки, и потом я увидел, после того, как завутал второй ящик, что я не убил двух зомби. Почему это произошло? Потому что на этапе того, как я водил паровоз, я понял, что бык стоит неправильно, не так, как обычно. Здесь я понял, что моя фирма забаговалась. Здесь я в первый раз, ну, начал подозревать, что что-то не так. Вот. А потом вы увидите еще один момент, из-за которого впоследствии случится неприятный казус. Собственно, из-за этого вы тоже можете, допустим, умереть, или просто броню потерять, еще что-нибудь, сил какой-нибудь, я не знаю. Но ни в коем случае не следует теряться и паниковать, потому что это всегда плохо. Вот здесь вот вы увидите, что я столкнулся с быком. Сначала я подумал, что, ну, почему бы и нет, почему бы не начать его расстреливать. И я бы его так и добил, и сейчас бы этот видос просто бы продолжился, как ни в чем не было. Просто я бы убил этого быка. Но я решил сэкономить на оружии и забыл, что бык это громоздкое животное, хитбоксы у него другие, на коллизию стен ему насрать. И поэтому я начал пытаться вотрикать его. У меня получилось, но я потом забыл, что он подойдет дальше, и вот он меня убьет. Мы опустим момент с тем, что я получил забакованного быка, потому что, как вы видите, он ходит не совсем так, как следовало бы. Сейчас вы увидите, о чем я вам говорю. Вот, смотрите, видите? Он забагованный. Мне не повезло, и когда я пробегал, он на меня задался, а так как я без брони, то я сдох. Но это ладно. Сейчас я вам покажу, что делать дальше. Смотрите внимательно. Мы берем, становимся вот сюда, вложим ящики и очень быстро бежим открывать дверь. Потому что времени у нас очень мало. А теперь смотрите, что делать, чтобы вас поменьше били. Бегите вдоль заборов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok